Творческим людям и пандемия не стала помехой. С соблюдением всех мер, предусмотренных Санпином, состоялся гастрольный тур Государственного ансамбля танца Карачаева Черкесии и Эльбрус. Он был организован по случаю празднования столетия нашей республики. О подготовке к концерту, о преданности профессии и любви к народным танцам они поделились с Альбиной Ламковой. Танец – жизнь для меня. Эти слова говорят о многом. Жить в искусстве, отдавая себя, не щадя для того, чтобы зритель после выступления прочувствовал воссозданный образ на сцене. И, конечно, самая большая награда – аплодисменты. Балетмейстер Государственного ансамбля танца Карачаева Черкесии Эльбрус Чараузденов уже 40 лет в искусстве, а именно предан хореографии. Безусловно, любит музыку и, конечно, танцевать под нее. Обучая молодое поколение, он вкладывает всю свою душу в их развитие. А иначе нельзя, так как через танец и сопровождающие его мелодию, точно так же, как и через музыку, можно увидеть удивительную историю, представленную артистами, которая зарядит необыкновенной энергией зрителя. Для меня танец – это моя жизнь. Я живу, насколько себя знаю, с 16-17 лет. Я живу этим. Пока руководитель не скажет, уходите домой, мы занимаемся. И я тоже занимаюсь с девчонками отдельно, с ребятами. Весь творческий состав Государственного ансамбля танца Карачаева Черкесии Эльбрус можно назвать большой и дружной командой. В нем насчитывается 60 человек, где каждый из них испытывает чувство гордости за участие в ансамбле и возможности исполнения народных танцев, благодаря которым сохраняется самобытность традиций и обычай народов нашей республики. Сердце привело сюда. Я всегда мечтала танцевать, тем более в госансамбле. Для меня это было что-то такое немыслимое. И так получилось. В воле судьбы я работаю здесь, солирую в любимом танце. Приветственный танец называется «Шапка». Все то, что вы видите сегодня на сцене – это большой изнурительный труд Исмаила Калявича и нас, его большой команды и семьи. В планах, конечно, это дальше совершенствоваться, показывать нашу народную культуру, самобытную культуру на более высоком уровне. Руководитель государственного ансамбля «Эльбрус» Исмаил Байрамуков говорит о том, что относительно недавно в их коллективе не было хореографической композиции из истории культуры ногайского народа. Но теперь артисты ансамбля с большим успехом исполняют на сцене ногайский танец, поставленный Исмаилом Байрамуковым. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поступило предложение от ногайской интеллигенции, что мы откликнулись и создали такой обобщающий образ ногайского народа, танец, использовали музыку. У государственного ансамбля танца Карачаева-Черкесии «Эльбрус» большая концертная география. Они объездили с выступлениями почти всю Россию, побывали и за рубежом, а также во всех странах СНГ. И несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, конец года для артистов стал насыщенным. Они с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер дали концерты в городах Камменвод и Кабардино-Балкарии. Зрители от души отдохнули после тяжелого года. С большим удовольствием встречали артистов аплодисментами, а провожали их уже овациями. Альбина Ламкова, Алла Качива, Расул Бердиев, Рашид Токов. Вести Карачаева-Черкесия. Альбина Ламкова, Алла Качива, Рашид Токов. Продолжение следует...